Зимбабва отпраздновала в четверг 33-й год независимости от Великобритании. Торжественные мероприятия прошли на национальном спортивном стадионе в Хараре. Здесь собрались тысячи людей, среди которых высокопоставленные чиновники и парламентарии. Перед гражданами Зимбабва выступил президент Роберт Мугабе, занимающий этот пост уже 26 лет. Сейчас страна стоит на пороге новых выборов, и её глава решил призвать народ к миру. «Я хочу призвать народ поддержать и укрепить мир. Мир до, во время и после предстоящих выборов». Мугабе также поприветствовал усилия западных стран, направленных на восстановление мирных отношений с африканским государством. «Зимбабве приветствует новые усилия, недавно инициированные Великобританией и Европейским Союзом, а также США. Мы надеемся, что эти усилия приведут к безусловному аннулированию нелегальных санкций в отношении Зимбабве». Несколько лет назад Евросоюз запретил въезд на свою территорию зимбабвийским чиновникам, которых подозревали в нарушении прав человека и применении насилия к оппонентам и обычным гражданам. Кроме того, были заморожены активы 40 компаний. В феврале этого года ЕС решил смягчить санкции, введённые против Зимбабве, чтобы поощрить начавшиеся в стране политические реформы. 16 марта в Зимбабве прошёл референдум, во время которого подавляющее большинство граждан проголосовало за принятие новой конституции. Она ограничит президентские полномочия и откроет новые перспективы для выборов, которые состоятся в этом году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...